Привет! С вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам интересные новости в сфере в виртуальной реальности. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как покорить Эверест, не выходя из дома, почему не стоит выкидывать старый велотренажер и сколько стоит снять видео 360. GoPro официально сообщили, что 17 августа камера Omni поступает в продажу. Omni это такая навороченная штуковина, которая состоит из шести камер специального каркаса и программного обеспечения, которое склеивает все картинки в одно крутое панорамное видео. Стоит новинка 5000 долларов. Зато в снегу не замерзает, в воде не тонет и ударов не боится. Бить о пол, конечно, не стоит, но неудачный прыжок на сноуборде головой в сугроб выдержит. И ваш подвиг смогут увидеть все, да еще и в новом формате. Ну а если на такой экстрим духа пока не хватает, можно потренироваться в новой игре для HTC Vive Everest VR. Игра предлагает вам стать участником экспедиции, как вы уже догадались, на Эверест. Она только вышла в Steam, а уже получила статус самой красивой. Приложение позволяет виртуально побывать на заснеженных склонах и полюбоваться захватывающими дух видами. Скакать по скалам и падать в ущелье не требуется, так что если вы любите созерцать, не проходите мимо. Не выходя из дома, путешествует по миру еще один любитель виртуальных технологий. Британец Auron Puse задался целью объехать на велосипеде всю Британию. Теперь он 24 часа в сутки крутит педали на старом велотренажере. С очками Samsung Gear VR и специальным приложением. Оно синхронизирует его действия с данными Google Street View. Сколько продлится виртуальное путешествие, пока неизвестно. Но Puse останавливаться не намерен. К тому же он уже похудел на несколько килограммов. Puse, по сути, сделал платформу виртуальной реальности, а точнее VR-байк сам. Прославились смекалкой и тайцы. В местном игровом центре появились VR-аттракционы от клуба «Очумелые ручки». Далее происходящее не нуждается в комментариях. В общем, будете в хухете, заходите. Ну а если вам из развлечений больше по душе кино, то не пропустите VR-эксперимент блокбастера «Отряд самоубийц». Warner Bros. уже месяц назад официально объявила о сотрудничестве с Samsung. Эксперимент готовится для шлема Gear VR. Скорее всего, это будет один из эпизодов фильма в формате 360, а может быть и игра. Пока подробности держатся в тайне, но уже в сети можно найти бэкстейдж того, как одну из сцен фильма снимали на камеру Nokia Oza. Известно, что когда VR-отряд самоубийц выйдет в релиз, его можно будет посмотреть не только при помощи виртуального шлема, но и через обычный браузер. И еще одно ожидаемое событие VR-сферы. Компания Visa озаботилась технологией отображения лица в виртуальном пространстве. Для этого в новом одноименном шлеме встроены датчики для отслеживания мимики и глаз. Технология понравится тем, кто проводит долгое время за видеоиграми и мечтает, чтобы его персонаж в точности повторял мимику. На данный момент разработчики собирают средства на свое детище на площадке Kickstarter. Если финансирование пройдет успешно, компания Visa обещает выпустить устройство на рынок в начале декабря 2016 года. Это были все новости виртуальной реальности на сегодня. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии и будь в тренде. С вами были Дзеня и Дима. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok